Всем привет! Сегодня я расскажу вам о своих покупках в Fixed Price за не знаю уже какое время. Просто ходила, собирала то, что осталось из того, что покупала в Fixed Price. Вообще буду жаловаться на этот магазин в основном, потому что, во-первых, цены непонятные, они поменяли свою концепцию, если раньше все было по одной цене, ну там где-то 2 за 45 или за 55, 3 за 55, но по крайней мере цена была одна. И ты ходишь по магазину, вообще не напрягаешься по поводу цен, не надо никуда смотреть, искать какие-то ценники, то сейчас у них как бы на вывеске написано 45 рублей, но на самом деле, что ценники есть и 55, вчера заметила, что есть такой ценник даже 77, не помню на чем. Но факт в том, что уже надо ходить и смотреть на цены. Начну, пожалуй, с канцтоваров. Я себе там приобрела вот такой блокнотик, ну точнее это такая тетрадка в твердой обложке, здесь 80 листов, она в клетку. Мне нравится то, что листы, вот если я положила тетрадь, они не переворачиваются, то есть они быстро принимают форму нужную, очень удобно, мне нравится, я обожаю вообще такие вот тетрадки, блокнотики в твердом переплете. Также брала себе там вот такой блокнотик уже перекидной, он как бревочек, здесь даже можно снимать листочки, здесь это колечко отцепляется и вот эти листочки можно снимать, но он как-то так плохо отцепляется, что я их просто отрываю. Не знаю, здесь не написано сколько листов, но я буквально пару листов отсюда оторвала и он вот так, такой толщины разноцветный. Я не знаю, конечно, 45 рублей для него это нормальная цена или нет, но мне просто нужен был срочный блокнот и я схватила. Также взяла себе там, набрала книг, я очень люблю детективы, в основном читаю на планшете, но сейчас лето, мало ли там куда-то на речку, планшет может разрядиться, кинуть в машину, так бывает где-то приходится стоять, кого-то ждать или что-то просто почитать, поэтому взяла несколько книг, пусть будут. Одна уже у меня в машине лежит, вот из такой серии, это Галина Куликова. Вот это два ужасных мужа, а в машине у меня лежит копия миллионера. Честно сказать, вот я начала читать копию миллионера нудновато, может быть потому, что я привыкла к ироническому детективу, я очень люблю Донцову, кто бы что ни говорил, что-то какое-то там бульварное чтиво, еще что-то. Я не фанат классики, что прям я читаю Пушкина, я не знаю, Толстого, Достоевского, я там зачитываюсь им, нет, ну не нравится мне эта литература, это действительно классика, которую человек должен прочитать один раз в жизни и благополучно забыть об этом. А вот именно так, чтобы отвлечься от всех своих проблем, я люблю детективы. Очень нравится Донцовый, ироничный детектив, читается просто вот на раз, легко, просто, и кто бы что ни говорил, а такие вещи продаются гораздо лучше, чем Пушкин. Вот этот детектив, может быть потому, что он не ироничный, мне показался нудноват, и, собственно говоря, хоть что-то в этой книге начало происходить где-то на 70-й странице. Так что вот, ну пока вот что-то произошло, и на этом я остановилась. Также купила вот детектив Позитив, может быть он будет более такой, может быть где-то даже ироничный, это уже Татьяна Луганцева. По качеству книги, вот эта книга, так как она у меня лежала в машине, бывало где-то валялась на панели, на солнце, вот здесь она не прошита, уже она склеена, клей отклеивается, и странички начинают отклеиваться, то есть по качеству не очень, но в принципе тонкий переплет, он как бы, да, на клею особо не терпит солнца, особенно летом в 30-ти градусную жару. И взяла две книжечки, это Елена Топильская, Тайное расследование, это оказывается, я вот только не поняла, это автор сценария сериала Тайное следствие. Я не поняла, именно по этим книгам, вот Тайное расследование, снимается ли этот сериал, потому что я его как-то особо не смотрела, мне не понравился. Здесь героиня, следователь прокуратуры Маша Швецова, вот я не знаю, как звать, я помню, что Мария какая-то там была, героиня в этом сериале, но мне его как-то не очень понравился, я не обратила внимания и схватила две вот таких книжечки, овечьей шкура и ход с дамой пик, посмотрим, может быть, будут интересные. Девчонкам с вами взяла такие большие раскраски, здесь 24 страницы, это вот такая София Прекрасная, меня здесь не видно будет за ними. Вот такого плана, здесь даже сзади какие-то, по-моему, задания есть, вопросы, точнее, сзади уже ответы на них. И Маша и Медведь, тоже такие крупные, для маленьких детей вообще, мне кажется, будет очень даже хорошо, мулю и не хочу. Так, все, констовары у меня закончились, кое-что из косметического я себе брала набор спонжей, но из четырех спонжей у меня остался только один. Вот те спонжи, которые у них были, два квадратненьких и два кругленьких в наборе, мне показалось, что они были лучшего качества. Вот это вот, ну как-то слишком он какой-то, я не знаю, пористый, вот какой-то он шероховатый, мне кажется, он, я еще ни один свой не стирала, я их просто отшвыриваю так, думаю, ну потом постираю. Поэтому не знаю, переживет ли он хоть одну мойку, стирку, но мне кажется, что по качеству хуже. Также взяла жидкость для снятия лака, я очень люблю эту жидкость, снимает все, блестки самые там, не знаю, въедливые, самые крупные, все снимает хорошо, единственное, что я всегда брала с ромашкой, а на этот раз с ромашкой не было, взяла с розой, но хоть и здесь и написано из ацетона, но запах такой, что я здесь ни розы, ничего не чувствую, просто воняет жутко. Так, ну, зубочистки захватила, так как, не знаю, там они стоили, по-моему, 11 рублей, я как-то не знаю, 190 штук, не знаю, дорого это или дешево, просто мне нужны были зубочистки, поэтому схватила. Вот такие металлические губки, в наборе было 4 штуки, не советую. Я вот когда-то их брала, только, не знаю, фикс прайс или где-то еще, и вот уже забыла, что именно такие я брала. Вот, они такие большие. В общем, у меня она в использовании, и получается так, что она у меня лежит, вот я ей как раз воспользовалась, она намокла, да, она лежала, ржавела, и все вот эти вот железочки отваливались. И вот с каждым разом она все больше отваливается, 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 в общем, качество не очень хорошее, потому что, как-то я не знаю, брала какие-то маленькие губки, может быть, тоже фикс прайс, там были как-то, одна или две продавалась, то ли еще где-то, вот они хорошего качества, они будут лежать, вот пока я их не дотру, и ничего с ними не случится, а вот эти, они вот именно отваливаются, вот эти вот закорючечки, также, а, вот еще из косметического, так сказать, это ватные диски, они у меня уже начаты, здесь 140 штук, то есть обычно бывает 120, здесь 20 штук в подарок, 140 штук за 45 рублей, это недорого, также вот уже пустую бутылочку покажу, потому что я выпила практически моментально, очень сильно хотела пить, это вот такой лимонад Дюшес, здесь 0,25 литров, но стоил он не 45 рублей, он стоил меньше, вот сейчас точно не вспомню, то ли вот в два раза меньше, 22,50, ну вот точно не скажу, но лимонад довольно-таки вкусный, и вот похож он на тот, который был в детстве в стеклянных бутылках, вообще лимонад в стекле гораздо вкуснее, и дольше хранится, и лучше хранится, детям, вот одна бутылочка осталась, брала вот такой спортик, святой источник, такая бутылочка стоила там, по-моему, 13 рублей, если не ошибаюсь, также взяла чай индийский в пакетиках, он идет с... а, я еще не открывала, ну, в общем-то, с вот этими вот штучками, потому что бывает чай, который дешевый, он идет в простые квадратики, даже схватиться не за что, нет таких ниточек, чай, кстати, вот как он насчет тот самый индийский, со слоном, я не знаю, но он нормальный, обычный чай пакетированный, и последнее, что брала, это конфеты карамель, какой-то немец, здесь их уже в два раза меньше, чем было, здесь 250 грамм, это такие жевательные конфетки, здесь очень много вкусов, я не знаю, вкусов, наверное, 8, по-моему, мы считали, но они особо друг от друга не отличаются, мне не очень понравилось, это такая белая жевательная карамель, якобы внутри с начинкой, но вот эту начинку особо как-то не чувствуется, ну, в общем, мне не очень понравилось, так что не знаю даже, советовать вам или нет, это все мои покупки, которые я нашла из того, что было у меня разбросано по дому, я надеюсь, что кому-то это видео понравилось, может быть, кому-то даже было полезным, я всех люблю, всем пока-пока!